всем привет youtube привет вот такой есть у нас toyota ipsum автомобильчик раз мы будем вот этой пятой двери снимать обшивочку посмотрим как она снимается тут надо немножко и обидели ударили в пятую дверь в бампер и надо это дело починить но для начала вот здесь за заглушками по идее шурупы будут дальше вот они такие пластиковые по краям есть вот они заглушки скорее всего их придется снимать и вот такие окошечки но это скорее всего для замены лампочек вот в этих фонариках начинаем разбирать потихонечку берем вот такую металлическую иголочку поддеваем и что мы видим здесь такие шурупчики у нас дальше тоже самое поддеваем здесь окошечки снимаем вот тут проводочки это для того чтобы менять лампочки берем простую отверточку крестиком и откручиваем не тут то было тут уже кто-то лазил здесь нормальный шуруп откручивается как мы видим здесь это непонятно кто-то его уже пропиливал но ничего сейчас разберемся берем вот такую лопаточку здесь поддеваем здесь вот такие клипс очки одна осталась здесь сейчас берем съемник снимаем и ставим сразу на место такой съемник у нас так это все снимается и ставится на место есть то же самое чтобы все было на месте порядок я почему снял вот это вот кусочек обшивочки бывает иногда что здесь какая-нибудь либо защелка либо винтик стоит вот эти уже старенькие устали его сколько не крутишь он выкручиваться не хочет надо чем-то подлезть и его оттуда выковырнуть машинка старая что с нее хотеть как с этим бороться берем это подлазим чуть его напрягаем и сейчас он уже отошел и съемником можно его достать то же самое появляется зазорчик ну еще раз повторюсь пластик уже старенький подустал он уже зазор появился берем вот такой острый съемник и опа и вот такая вот клипс очка выходит вот она вторая вышла всем порядок ну что дальше по идее здесь только клипс очки такие же будут скорее всего вот как вот эти как я и предполагал вот они у нас клипсы такие находятся потихоньку их отжимая мы снимаем основную панель большой еще вот такие защелочки здесь фонарик стоп задней и на нем еще держится вот панелька здесь просто на 10 2 болтушечка надо выкрутить это дело снимается и вот он электроразъем тоже нажимаем снимаем все довольно просто как в тойотах в общем то и есть подводим потихонечку второй вот она панель снята вот он наш электроразъемчик еще раз повторюсь нажимаем вот так он выходит опять же одну клипс очку надо вот эту еще снять и вот так получается фонарик вот он от него чехол вот эти вот два зуба заходят вот в эти вот в эти отверстия защелкиваются держат вот и все как говорится недолго теперь надо снять чтобы заняться вот эту красоту значит что мы здесь видим ты тут даже врезали камеру заднего вида но это явно не одно и вот вот они фонарики и номера начинаем с номеров снимать раз сняли теперь на очереди у нас вот эти две поддержки для номеров здесь они у нас вот они эти клип зачки их вот так вот надо просто сжать и они выйдут на не две штучки есть вот такой съемник тоже для этих целей при помощи него можно сжать вот такие клипсы с боков вот анусик и вот анусик вот так они выходят это для японских номеров они сюда вставляются теперь откручиваем вот эти фонарики освещение номерного знака и надо будет вынуть электроразъемы там два потом вопрос с ручкой вот поводочек возможно и попытаемся снять вот эту панельку вот они наши фонарики на поводочках вот там три электроразъема вот они здесь на хомутах там электроразъемчик вот она панелька вот так это все получается у нас значит вот они болты шучки у нас вот они две клипсы вот они болтики и здесь тут видеокамерка вот ручка открывание дверей вот такая вот красота получается более-менее уже доступ есть и на всякий случай сейчас тоже сниму здесь поводочек у нас вот он элементарный и снимаем и вот она замок у нас уже опа хорошо что не упал вот на таком поводке таких жигулях было много